Лжи Элизаветы. Печальная участь самозванок. В прошлой статье «Высокая трагедия княжны Таракановой» мы оставили наших героев в Италии. Ф. Рокотов. Портрет Алексея Орлов. Между 1762-1765 годов. Третьяковская галерея. Алексей Орлов, которого Екатерина Т. отправила в почетную ссылку командовать русской эскадры Средиземного моря, находился в тосканском городе Ливорно, расположенном на берегу Лигурийского моря. Покинутая конфедератами и отчаянно нуждавшаяся лжи Элизавета была в Риме. Анна Самохина в роли княжны Таракановой. Фильм «Царская охота». Роковая встреча. Еще в сентябре 1774 год Алексей Орлов сам предложил Екатерине Т. план похищения самозванки. Он сообщил, что, по его мнению, за ее спиной стоит французский двор, и предлагал два варианта действий. «Я б навязал камень ей на шею да в воду, либо, заманяя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт». В письме от 12 ноября 1774 года Екатерина Т. приказала ему действовать по второму варианту. «Приманите ее в таком месте, где б вам ловко бы было посадить на наш корабль и отправить за караулом сюда». Она желала подвергнуть соперницу самому пристрастному допросу. Теперь Орлов искал встречи с лжи Элизаветой. Но она, видимо, знала, что это за человек, и потому в письме, отправленном ему в августе 1774 год, сообщила, что находится в Турции с надежной охраной. Однако обмануть ей тогда никого не удалось. Русским было известно о ее нахождении в Рагузе. И, в том же письме, Екатерина разрешила Орлову не обращать внимания на суверенитет этой небольшой республики. «Употребить угрозы, обуде и наказание нужно, что бомб несколько в горы отметать можно». Рагуза на карте. Как это мило, не правда ли? Совершить агрессию против небольшого, но всеми признанного государства. Можно представить, какая антироссийская истерия поднялась бы в газетах Европы, и какой всплеск русофобии был бы спровоцирован такими действиями. Но Екатерина, прекрасно осознавая риск, все же, отдает этот приказ. И ради чего все это? Чтобы арестовать какую-то авантюристку? Это служит еще одним доказательством сильнейшей обеспокоенности императрицы. Но письмо опоздало, самозванка уже покинула Рагузу, и теперь находилась в Риме. Она уже была больна, теперь же признаки чахотки, туберкулеза, проявлялись все яйственней. Ее мучили лихорадка и кашель, порой ей даже трудно было подняться с кровати. Г. Сюрдюков. Портрет неизвестный. Владелец этой картины, П. Ф. Симсон, утверждал, что на ней изображена княжна Тараканова. Денег не было, и лжи Элизавета неосторожно написала английскому послу в Неаполе Гамильтону с просьбой о займе. Джошу Реннольдс. Портрет сэра Уильяма Гамильтона, 1777 год. Жена этого джентльмена прославилась в качестве любовницы Горация Нильсона. Гамильтон денег не дал, а письмо переслал своему коллеге в Ливорно Джону Дику, который передал его Алексею Орлову. С этой минуты самозванка, опромечиво севшая поиграть в политику за один стол с сильными мира сего была обречена. Алексей Орлов всегда добивался цели, и его боялась даже сама Екатерина, вежливо выставившая своего прежнего благодетеля за пределы России. В январе 1775 год. Генерал-адъютант И. Христиник нашел самозванку в Риме, передав ей сообщение, что граф Орлов питает живейшее участие к судьбе дочери императрицы Елизаветы. Через английского посла в Риме Джинкинса были оплачены ее долги, даже задолженность перед польским конфедератом Радзивиллом пришлось погасить. Несмотря на отчаянное положение, самозванка, которая сама недавно обращалась к Орлову за помощью, видимо, предчувствуя недоброе, очень неохотно согласилась на встречу с ним. Под именем графини Селинской, Зелинской, она отправилась в Пизу, где и встретилась с предполагаемым сторонником в феврале 1775 год. Ливорна и Пиза на карте. Свидание не разочаровало ее, Орлов, который заранее снял для нее дом в Пизе, очень большой, ведь в свите самозванки было 60 человек, зарплату которым платили теперь из российской казны, выказывал всяческое расположение, предлагая свои услуги, повсюду, где бы она их не потребовала. Он клялся в верности, обещал возвести на русский престол и даже предложил выйти за него замуж. У авантюристки закружилась голова и она, возможно, впервые в жизни, не устояла перед мужчиной, а, может быть, даже и влюбилась в него. Участвовавший в интриге английский консул в Ливорна Джон Дик послал Орлову письмо с ложным известием о столкновениях россиян и англичан, и требованием срочно вернуться к своей эскадре для наведения порядка. 21 февраля 1775 года. Орлов, показав это письмо лжи Елизавете, пригласил ее в Ливорна, дабы познакомиться со своей эскадрой. Проспект Дестат Ливорна. Гравюра. 1760 год. Он уговорил ее взять с собой лишь 8 человек доманского, черномского, горничную и 5 коммердинеров. Похищение. В Ливорна лжи Елизавета остановилась 24 февраля в доме английского консула, который, во время обеду, помог Орлову уговорить ее осмотреть российскую эскадру. Отвлечемся на время. Совсем недавно Россия принимала участие в Семилетней войне, сражаясь против Пруссии и союзной Ей Англии на стороне Франции и Австрии. Проходит несколько лет, и Франция с Австрией поддерживают польских конфедератов, а Пруссия оказывается на стороне России. Франция активно участвует в интригах иммигрантского правительства Польши. Официальные лица королевства принимают у себя претендентку на российский престол, пытаясь помочь ей и добровольцам попасть на фронт русско-турецкой войны. А три английских посланника в Италии в это время изо всех сил помогают Алексею Орлову прямо, как родному, а потом корабль с плененной авантюристкой спокойно заходит в гавань Племута, и английские власти, прекрасно осведомленные обо всем, вежливо никому не задают никаких вопросов. И опять повисает в воздухе проклятый вопрос, зачем и почему Россия воевала против желавшей мира с нашей страной Пруссии и Англии, да еще на стороне столь вероломных и лицемерных союзников. Эскадра Алексея Орлова встретила девушку салютом и музыкой, матросы радостно приветствовали великую княжну, казалось, что нет ничего невозможного, избываются самые заветные мечты. Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга. Модель 74-пушечного корабля святой великомученик Исидор. В Европе, кстати, появилась версия, в которой Алексей Орлов и Хосе, Осип, Дерибас представлены какими-то невероятно циничными подлецами и богохульниками. Перед арестом, на корабле, якобы, был проведен шутовской обряд венчания, роль священника на котором выполнил испанец. Ничего подобного в реальной жизни, разумеется, не было. Орлов и Дерибас, конечно, были далеко не ангелами, но до такого трэша додуматься мог только какой-то совершенно опустившийся щелкопер, и за совершенно небольшие деньги, которых разве что на опохмелиться хватило. К сожалению, эту откровенную фальшивку радостно подхватили и растиражировали наши писатели, вот и в пьесе Зарина, и фильме, поставленном по ним в 1990 году. Мы видим эту сцену. Кадр из фильма «Царская охота». Венчание на корабле. На самом деле Орлов и Грейк вдруг куда-то исчезли, зато явился капитан Литвинов с гвардейцами, который объявил об аресте самозванки. Вместе с ней были задержаны члены ее немногочисленной свиты. Потрясение было слишком велико, силы покинули авантюристку, она потеряла сознание и пришла в себя уже в каюте, которая стала первой тюремной камерой в ее жизни. Из ее людей при ней была оставлена горничная, остальных перевели на другие корабли. Часто приходится читать, что русская эскадра сразу же отошла от берега, но она находилась в Ливорной еще два часа дня до тех пор, пока из пизы не были доставлены бумаги лжи Елизаветы. Все это время корабли окружали лодки местных жителей, которые удавалось держать на расстоянии лишь угрозой применения оружия. Генерал-адъютант Христиник сразу же по суше был отправлен в Петербург с донесением, вслед за ним выехал и Алексей Орлов. В Венеции он встретился с Паника Ханку королем Радзивиллом, о котором было рассказано в предыдущей статье. Магнат слезно просил передать Екатерине извинения за связи с конфедератами и участие в авантюре с княжной, и умолял выступить его заступником перед императрицей. Совесть, видимо, беспокоила Орлова. До отъезда он так и не нашел в себе сил еще раз встретиться с доверившейся ему женщиной, которая, как скоро выяснится, забеременела от него. Он успел получить от нее письмо с мольбой от помощи, на которую ответил, что сам находится под арестом, но верные ему люди освободят их обоих. Предполагают, что, подавая надежду, он хотел отвратить ее от попытки самоубийства. И, действительно, в надежде на скорое освобождение, пленница оставалась спокойной вплоть до прибытия в Племут. Здесь девушка упала в обморок, или инсценировала его. Когда ее вынесли на свежий воздух, она попыталась прыгнуть в проплывавшую рядом лодку, и эта отчаянная попытка побега не удалась. Действия Орлова, безусловно, нарушали международное право, и вызвали большое возмущение политиков некоторых стран из числа тех, что теперь принято называть партнерами. Особенно сильно было оно в Италии и Австрии. В письме к Екатерине, Орлов писал, что он в здешних местах, в Италии, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников всей злодейки застрелену или окормлену, «Я всего более опасаюсь сезуитов», а с нею некоторые были и остались по разным местам. Конечно, можно предположить, что Орлов указывает императрицей на особую сложность ее поручения и намекает на необходимость быть благодарной. Но, думается, что, во время своего путешествия, он, действительно, чувствовал себя некомфортно, постоянно ощущая враждебности местных властей и частных лиц. В серьез ссорятся с могущественной Российской империей из-за самозванки. Впрочем, никто не пожелал, Орлов благополучно добрался до Петербурга, шум скоро утих. А печальное плавание лжи Елизаветы продолжалось до 11 мая 1775 год, когда корабль с пленницей прибыл в Кронштадт. 26 мая она оказалась в Западном, Алексеевском, Равелине Петропавловской крепости. Западный, Алексеевский, Равелин Петропавловской крепости. Последние дни жизни авантюристки. Специальная комиссия, во главе которой был поставлен князь А.М. Голицын, начало следствия. Екатерина Т. не верила, что ее соперница действовала самостоятельно. Она требовала любой ценой и любыми средствами добиться от нее признания, кто начальник сей комедии. Комиссия выяснила, что имя Елизавета Самозванка считает настоящим, что ей 23-го года, и она не знает ни места своего рождения, ни родителей. До 9 лет она, якобы, жила в Килле, а затем ее, зачем-то перевезли в Персию, где она прожила 15 месяцев через Лифляндию и Петербург. Сопровождающие ее люди, три мужчины и женщина, заявили, что делается все это по воле императора Петра. Три из Персии она бежала с каким-то татарином, который привез ее в Багдад в дом богатого перса Гомета. Затем ее забрал в Исфахан персидский князь Галли, который сообщил девочке, что она дочь Елизаветы Петровны, а отцом называли по-разному, кто Разумовского, а кто иного. В 1769 году персидский князь почему-то вынужден был бежать из страны. Переодетую в мужской наряд девочку он взял с собой. Через Петербург, Ригу, Кенигсберг и Берлин они добрались до Лондона, где покровитель оставил ее, подарив на прощание драгоценных камней, золота в слитках и наличными деньгами великое число. Из Лондона она перебралась в Париж, далее в Киль, где местный герцог предложил ей выйти за него замуж. Но она решила вначале отправиться в Россию, чтобы узнать о своей породе, но вместо этого оказалась в Венеции, где познакомилась с князем Радзивиллом. Порой она меняла показания, утверждая, что является черкешенкой, родившейся на Кавказе, но воспитывавшейся в Персии. Она, якобы, намеревалась приобрести полосу земли вдоль Терека, чтобы расселить на ней французских и немецких колонистов. Помощь в этом должен был оказать ей жених Филипп Делимбург, и даже основать небольшое пограничное государство на Кавказе. Молодая женщина, еще недавно, игравшая, словно с марионетками, с далеко не глупыми мужчинами, и ставшая на некоторое время серьезным фактором европейской политики, несла какой-то откровенный бред. Причем, похоже, свято веря в свои слова. Трудно было поверить, что эта, по-видимому, психически не вполне здоровая девушка, настолько напугала тщательно заботившуюся о своей репутации за рубежом Екатерину, что вынудила ее пойти на скандальное нарушение суверенитета великого герцогства Тосканского, которым правили родственники австрийских габабургов. Ей и не верили, мучая долгими допросами и постоянно ужесточая условия содержания. Екатерина требовала ответа на главный вопрос, кто из европейских, либо даже русских, политиков стоял за спиной самозванки. Хозяина авантюристки найти так и не удалось. Похоже, его, действительно, не было. Между тем, симптомы туберкулеза у пленницы стремительно прогрессировали. Самым тревожным из них был кашель с кровью. Кроме того, по некоторым сведениям, общение с Орловым не прошло даром, и было выявлено, что самозванка находится на пятом месяце беременности. На основании доклада медика, было принято решение перевести ее в подвал под домом коменданта Петропавловской крепости, как более сухое помещение. Одно из писем самозванки Екатерине, в 1860 году. В газете «Северная пчела» был опубликован очерк П.И. Мельниково-Печерского, где приводилось свидетельство некоего Винского. Это был сержант гвардейского из Майловского полка, который за какие-то политические дела был заключен в Алексеевский равелин, причем оказался в камере книжной Таракановой. Здесь он увидел слова о «Майо-Дайо», нацарапанные на оконном стекле. Очень старый староший ветеран, якобы, разоткронничавшись однажды, рассказал ему, что к молодой барыне, которая прежде находилась здесь, приезжал один раз сам граф Алексей Григорьевич Орлов, на которого она очень бронилась на иностранном языке и даже топала ногами. От этого же сторожа Винский узнал, что барыню привезли беременную, она здесь и родила. Следует сказать, что не все исследователи склонны доверять данному рассказу. Впрочем, такая ситуация является правилом, а не исключением, история к разряду точных наук не относится, и немногие вопросы-ответов предлагается гораздо больше, чем один. Здоровье узницы резко ухудшилось в октябре 1775 год. 26 числа этого месяца Голицин сообщил императрице, что лекарь отчаивается в ее излечении и сказывает, что она, конечно, долго не проживет. Тем не менее, считается, что в ноябре она родила живого ребенка. Это был мальчик, которого некоторые следователи отождествляются Александром Алексеевичем Часменским. Позже он служил в лейб-гвардии и конном полку и умер в молодом возрасте. Другие историки с этим, разумеется, категорически не согласны все, как всегда. В начале декабря узница попросила прислать православного священника для исповеди, которая проходила на немецком языке. После этого началась агония, длившаяся двое суток. 4 декабря эта таинственная женщина умерла, ее тело было похоронено во дворе Петропавловской крепости. Члены свиты самозванки, привезенные из Ливорна вместе с Княжной, Даманский, Черномский, Горничная Мельшиде, Камердинер Маркезинь и Анчиоли, Рихтер, Лобенский, Кальтфингер, которые ничего не смогли сказать о происхождении самозванки, после ее смерти были высланы за границу. Им даже выдали деньги на дорогу, Даманскому и Черномскому по 100 рублей, Мельшиде 150, остальным по 50, запретив возвращаться в Россию и настоятельно посоветовав забыть обо всем. Интересно, что после смерти Александра Ай, в его личном кабинете в Зимнем дворце были обнаружены книга о тайной экспедиции Сената, в которой содержались материалы по делу Пугачева и следственное дело Княжны Таракановой. Казалось бы, фигуры совершенно несопоставимого масштаба, но, даже внуку Екатерины самозванка, видимо, казалась не менее опасной, чем знаменитый вождь Крестьянской войны. Мало того, обнаруживший дело Таракановой Николай Ай, приказал Д.Н.Блудову, параллельно с делом декабристов, подготовить для него полный доклад по самозванке. А, когда в 1838 году в бумагах скончавшегося председателя Государственного совета Нижний Новгород-Новосельцева обнаружили какие-то новые документы, связанные с лжи Елизаветой, последовал приказ императора все бумаги, незнакомясь с содержанием, немедленно передать Блудову. А потом с делом Таракановой пожелал ознакомиться новый император Александр. Т.К. Флавецкий. Княжна Тараканова. Успех картины Флавецкого побудил Александра Т.Рассекретить некоторые из документов дела Княжны Таракановой потому что картина лжива и необходимо положить конец пустым толкам. Другим раздражающим для властей фактором, подтолкнувшим их к большей открытости, стало обращение к читателям редакции журнала «Русская беседа» в 1859 году. Неужели русская история осуждена на лощи пробелы на все время, начиная с Петра? А.Обложка журнала «Русская беседа» 1859 год. В итоге головноуправляющий Т.Отделением собственной канцелярии и член Московского общества истории и древности российских В.Н. Панин опубликовал в 1867 году две работы «Краткая история» Элизавета Алексеевны Тараканова и о самозванке, выдававшей себя за дочь императрицы Элисаветы Петровны. В.Н. Панин Гравюра 1850-й Г.Г. Позже княжна Тараканова стала героиней книг П.Мельникова, Г.Данилевского, Э.Родзинского, пьесы «Л.Зарина», по которой был снят фильм «Царская охота» и даже мюзиклов. Спектакль театра имени Мосовета «Царская охота» 1977 год Маргарита Терехова в роли княжны Тараканова и Леонид Марков в роли Алексея Орлова Принцессы Августа Менее известной претенденткой на роль дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского является реально существовавшая монахиня Досфея, которая в 1785 году именным повелением императрицы Екатерины была помещена в Московский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Иоанно-Предтеченский, Ивановский, женский ставропегиальный монастырь Гравюра 19 века Иоанно-Предтеченский, Ивановский, женский ставропегиальный монастырь Современное фото Этот монастырь был основан Елизаветой Петровной в 1761 году, которая предназначила его для презрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей империи. Однако жизнь внесла свои коррективы, и монастырь стал не только домом престарелых, но и тюрьмой для неудобных лиц знатного происхождения. Любопытно, что, одновременно с Досифеей, в подземной келье Иоанна Предтеченского монастыря содержалась знаменитая садистка Дарья Николаева, Дарья Николаевна Салтыкова, более известная, как Салтычиха. П.В. Курдюмов. Салтычиха. Здесь она провела более 30 лет, с 1768 по 1801 г.г. Следствием было доказано убийство ей 38 крепостных. А вот за что была заживо погребена в этом монастыре Кроткая Досфея, которую была приказана бессрочно содержать в строжайшей изоляции. Единственным послаблением было разрешение приобретать на деньги, выделяемые из казны, к столу этой монахини продукты без ограничений, с учетом постных и скоромных дней, разумеется. Размещена Досфея была в двух небольших кельях с прихожей неподалеку от покоя в самой Гумении. Окна этих кельев всегда были закрыты занавесками, заходить в них могла только сама настоятельница и личный духовник Досифеи. Данные кельи не сохранились были снесены в 1860 году. Как это часто бывает, покров тайны вызвал небывалый интерес к таинственной затворнице. Все время собирались любопытные, надеющиеся хоть краем глаза увидеть ее через щель в занавесках. Распространялись слухи о молодости и невиданной красоте монахини, ее высоком происхождении. Лишь после смерти императрицы режим содержания Досифеи несколько улучшился. Выходить из келья ей так и не разрешили, но более свободно стали допускать посетителей. Известно, что среди таковых оказался и митрополит Платон. Причетник монастыря утверждал, что некоторые из гостей держались, как вельможи, и вели из Досифеи разговоры на каком-то иностранном языке. Вспоминали также о том, что на стене ее кельи висел портрет императрицы Елизаветы. Досифея скончалась после 25-летнего заточения в возрасте 64 лет в 1810 году. Часовня Кенотав, символическая могила, монахини Досифеи, Новоспасский монастырь, Москва. В 1996 году, во время реконструкции Новоспасского монастыря, останки Досифеи были изучены сотрудниками Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы и профессором-криминалистом, доктором медицинских наук ВН. Звигиным. Оказалось, что у нее был горб, ставший следствием какой-то, перенесенной в детстве, травмы. Тайна монахини Досифеи. Но кем же была эта пленница Екатерины? Некоторые утверждают, что от брака Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского около 1746 года, действительно, родилась дочь, получившая имя Августа. Якобы, она была отдана на воспитание родной сестре-фаворита Вере Григорьевне, что была замужем полковником малороссийского войска Е.Ф.Дороганом. После смерти Елизаветы, ее, будто бы, отправили за границу вдруг новому монарху ненужная родственница не понравится. Но, по приказу Екатерины, в 1785 году девушку привезли в Россию и определили в знакомый нам Иоанна Предтеченский монастырь. Сама Досфея, когда к ней стали более свободно допускать посетителей, ведя рассказ от третьего лица, поведлагая и головиной. Это было давно. Была одна девица, дочь очень-очень знатных родителей. Воспитывалась ее надалеко за морем, в теплой стороне, образование получила блестящее, жила в роскоши и почете, окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости, и в числе их один русский генерал, очень известный в то время. Генерал этот предложил покататься в шлюпке по взморью. Поехали с музыкой, с песнями, а как вышли в море, там стоял на готове русский корабль. Генерал и говорит ей, не угодно ли посмотреть устройство корабля. Она согласилась, вошла на корабль, а как только вошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили часовых. Это было в 1785 году. В Петербурге ее отвели Катерине, которая рассказав о пугачевском бунте и самозванке Таракановой, сказала, для спокойствия государства, ей, чтобы не сделать орудием в руках честолюбцев, следует постричься в монахини. Вы, вероятно, обратили внимание, что этот рассказ очень уж сильно напоминает реальную историю похищения лжи Елизаветы Алексеем Орловым. И потому большинство историков уверены, что Досфия была слабоумной, либо психически нездоровой девушкой, которая, услышав от кого-то о настоящей самозванке, придумала для себя похожую историю. Видимо, она действительно была особой знатного происхождения, раз в ее деле приняла участие сама императрица. Ссылать в Сибирь дочь одного из ее приближенных не стали, но, от греха подальше, навсегда заперли в привилегированном монастыре, назначив пожизненное содержание. Помещение у малышенных в монастырь было весьма распространенной практикой тех лет. Знакомым говорили о благочестивом желании кого-то из родственников уйти от соблазна в грешной светской жизни, посвятив себя служению Господу. Это было тем более удобно, что в монастыре они получали новые имена, и как бы, растворялись в общей массе монастырских братьев и сестер. Прежние имена и фамилии подлежали забвению, и безумие их не бросало тень на семью. Но не у всех были средства, для внесения необходимого вклада в обитель или назначение пенсии. И потому и родивые у паперти и церквей также никого не удивляли. Другие дети Елизаветы и Разумовского. Не менее скептически следует относиться к сведениям, будто у Елизаветы от Разумовского родился также и сын, который, то ли умер в одном из монастырей Переиславля Залевского в начале. 19. В. Толе, под фамилией Закревский дослужился дочина тайного советника. Как будто этого мало, некоторые утверждают, что еще одна дочь императрицы, Варвара Мироновна Назарьева, до 1839 года жила в монастыре под Нижним Новгородом. Другая предполагаемая дочь Елизаветы и Разумовского якобы жила в московском Никетском монастыре. Легенды о дочерях Елизаветы и Разумовского рассказывали также в женских монастырях Арзамаса, Екатеринбурга, Кострома и Уфы. Как вы, наверное, догадались, таковыми считали безымянных знатных женщин, которых родственники определяли туда по причине их безумия. Субтитры создавал DimaTorzok